Немецкие диалекты и варианты немецкого языка краткая очень как бы лекция. Уже есть отдельная в этом всем курсе, вообще на этом канале, так скажем, лекция по моим представлениям, что такое язык и что такое диалект. То есть, в общем, я против политизации этого всего. Кратко просто позицию повторяю. И считаю языком всякую форму лингвистическую, которая отличается существенно. Ну и вот то, что называют немецкими диалектами, оно часто действительно больше тянет на язык, допустим, типа баварского. Ну принципиально, в общем, как это явление отличается. Три группы там принципиальные. Наиболее серьезное отделение это нижние и верхние немецкие языки. Буду лучше языки использовать термин. Значит, чем в основном отличаются? В нижненемецких диалектах так называемое второе передвижение непредставленное. А именно, тапака, я буду говорить согласно, и мне так ближе по санскриту. Вот эти тапака, они сохраняются. Значит, такие общегерманские. То есть, общегерманские, которые, допустим, представлены в английском, в голландском. Вот. А в верхней немецких вот эти тапака перешли в са, фа и в... Так. Та там в са перешло, значит, па перешло в фа, или в са, или в са, или в са, вот в чем проблема, да. Та или в са, или в са, па перешло в фа, и ка в ха перешло, макен махен. Ну, то есть, примеры какие? Допустим, das, хорошо известное это, да, верхненемецкое, оно будет в ниженемецком dat. Или wasser, вода, будет water. Often, открытый, будет open. И легко заметить, что ниженемецкие формы, это те, которые в английском пишутся, допустим. Они же в английском пишутся, как они в 16 веке в английском говорили, да. Вот они так вот говорят часто в ниженемецком, похожем на то, как пишется в английском. Open, макен, тит, время, которое от сайта, да, сеттен, садится вместо зеттен, да, как в верхнем немецком, и так далее. И вот, как мы видим, на карте нижненемецкая, эта зона довольно большая. И нижненемецкая норма, она была одно время достаточно популярная, в связи с тем, что был Ганзейский союз среднего века. И у него был вот этот язык, так сказать, общеганзейский, он был нижненемецкий. В какой-то степени он воспринимался как основной вариант немецкого в то время. Однако, потом этот немецкий, Ганзейский союз распался. Лютер говорил на верхненемецком диалекте. И, в общем, где-то в 16 веке уже общепризнанной стала верхненемецкая норма. Но, как я уже говорил, в целом в немецкой культуре нормальные отношения к этим отличиям. То есть, они такую унификацию, как в русском, не проводили жесткую всех этих форм. И они вырабатывали, даже в 19 году была принята нижненемецкая орфография. В 1935 году даже разработали диалектную норму, общую нижненемецкую диалектную норму. И она у них используется ограниченно. Допустим, учебники на нижнем немецком выходят. В богослужениях, в театре могут на нем... Они вполне нормально относятся к использованию в устной речи, естественно, диалектов этих устных языков. Википедии у них есть практически на каждом вот этом языке. Это можно посмотреть на каждом вот этом серьезном устном языке немецком. В общем, нормально они поддерживают эти нормы. И они сохраняются во многом властном общении. Хотя, естественно, телевидение и СМИ, они, конечно, унифицируют так или иначе. Не насильство, но все равно, если долбит телевизор каждый день на литературной норме, диалектоносители рано или поздно переходят, естественно, в литературную норму на это. Верхненемецкие диалекты делятся на средние и южнонемецкие, а именно там уже, так называемое, второе передвижение согласных, оно по-разному реализовано. Допустим, в средненемецком будет аппель, а в южнонемецком аппель. То есть, вот это па и пфа в данном случае. По-разному реализовано в средних и южнонемецких диалектах. Ну и вот в основном вот это из-за глосса аппель-аппель считается границей средней немецкой нормы и южнонемецкой. Также все вот эти диалекты делятся еще на подгруппы. То есть, нижненемецкие диалекты делятся на западную и восточную подгруппы, западные это нижнефранкские, нижнесансонские языки, это западные и нижненемецкие языки. Характерны тем, что дифтонги они в целом не любят, и у них часто вот то, что в дифтонгах, оно переходит в монофтонги. То, что в нормативном языке дифтонгами является. Имеется единая форма множественного числа. То есть, вот в нормативном языке множественное число, как уже говорили, там около пяти, там, точно по шесть, по-моему, у них окончания. Вот в нижнесаксонском языке только окончание «эт». То есть, единая форма есть в саксонском языке, единая форма множественного числа. Только на «эт» кончается оно. Восточная подгруппа нижненемецких языков – это Микленбургский и Бранденбургский. Это, на самом деле, зоны заселения. Это как раз Бранденбургский, это район Берлина, в общем. И вот этот вот район Микленбургский – это уже район, близкий к Дании. На самом деле, это зона колонизации, где истребляли, значит, славяна, заселяли немцев. И вот там тоже специфически этот нижненемецкий диалект сформировался. Вот. Пожалуй, даже не будут мелкие особенности. Он еще, поскольку там вот эта колониальная зона, он у них во многом сейчас вытеснит стандартом, они его меньше употребляют в устной форме. Средненемецкий тоже делится на западную и восточную. Западно-средненемецкая – это как раз вот эта зона, рейнская зона промышленная, высокоразвитая. И там, в общем, он так хорошо тоже держится. Имеется в виду, как устный язык. Это репуарский и мазельский языки, репуарский район Кёльна, кёльнский диалект, еще называют его гессенский язык, фальский язык. Это все были независимые территории довольно долго, и они там удержали. Ну, там вот это, значит, ват, дат, эц и так далее. То есть, вот эти поатакания переходят они никуда. Вот это основное отличие. То, что я говорил. В фальском языке дифтонгизация идет долгих и, у, и, и. Восточный – это тюрингский, верхнесаксонский, селесский был раньше, селесского сейчас нет, переселили всех селессцев. Южно-немецкие языки, ну, вот они как бы, они и соответствуют норме, и в то же время они отличаются между собой. То есть, у них основные особенности, как в литературном языке, но у них еще есть между ними самими особенности. Вот, они, в общем, тоже там два, две зоны, западная и восточная, в целом. Вот, западный, южно-немецкий – это Швейцария, Эльзас, Лотарингия, а также швабские, нижне-алеманские, верхне-алеманские языки, вот, более-менее они в самой Германии, хотя это еще в значительной степени и Швейцария, вот так можно определить. Восточный, южно-немецкая группа – это баварский язык, прежде всего, и в австрийский фактически это баварский, ну, с некоторыми собственными особенностями. имеются там собственные переходы, то есть отдельных согласных, в основном согласные там в немецких языках отличаются, вот, и характерная дифтонгизация, в общем, для южных диалектов, то есть долгие, допустим, И, У, И, они переходят в дифтонги типа Эй, Оу. Дифтонгизация видна и в стандарте, а в южных отдельных языках она еще сильнее, то есть там еще больше этих дифтонгов. Значит, в баварском языке фарки довольно отличаются, там даже есть, собственно, личные местоимения, которых нет в стандарте, много, собственно, слов, естественно, везде, африкаты свои и так далее. Вот, то есть я так вот кратенько прошелся, в основном по фонетике есть также грамматические особенности, серьезные между всеми этими языками, и, естественно, собственно, лексики дофига. Вот, возможно, швейцарский язык я попробую осветить, как такой сильно отличается, и он имеется в другой стороне, и там свои функции. Значит, национальные варианты. Национальные варианты это что? Это, в принципе, стандарт, стандартный немецкий, но он имеет особенности в стране, которая используется. Это именно в настоящее время австрийские и швейцарские варианты. Ну, в общем, это явление аналогичное хорошо известному явлению с национальными вариантами английского, когда, в принципе, американцы и британцы, конечно, хорошо друг друга понимают, но в то же время они хорошо понимают, что этот человек американец, допустим, когда он начинает говорить, в особенности на слухах. То есть, огромное количество особенностей, на самом деле, различий между американским и британским вариантами в грамматике, в лексике и в фонетике. Но, тем не менее, это один язык, то есть, там имеется взаимопонимание и единая культура некая на этом языке. Примерно аналогичная история с австрийским и швейцарским вариантом немецкого. Вот австрийский, значит, австрийская языковая ситуация какая? Есть литературные нормы немецкого языка с особенностями. Есть устный язык, устный язык это баварский. То есть, так вот, если, когда употребляют традиционную терминологию, говорят, что баварская диалектная область. Я бы баварский, конечно, отдельный языком считал. Очень много в отличие от стандарта этого. Там просто он приближается к стандарту, потому что стандарт влияет, но это уже явление вторичное. То есть, так сам по себе, баварский язык, конечно, это самостоятельный язык совершенно. Ну и есть венский диалект, естественно, который более-менее так влияет на все остальное в Австрии. И в том числе влияет на диалекты. Таким образом, венский диалект является основой разговорного языка и влияет на вот эту литературную форму немецкого. То есть, естественно, литературный язык, который используется на письме, в официальной всей этой коммуникации, это немецкий стандарт. Но он взаимодействует с баварским языком, который используется в основном в разговорной речи. Такая ситуация. Значит, чем характеризуется австрийский национальный вариант немецкого? Большое количество местной лексики, естественно. В том числе и семантические расхождения вот тут на таблице. То есть, пример, допустим. То же самое слово, которое в немецком одно значение имеет, может иметь другое значение в австрийском. Варианте. Это только пример. Там их много, этих отличий к лексике. Характерно для австрийского больше заимствований иностранных. То есть, в немецком одно время проводили политику пуризма и наградили много всяких сложных слов немецких, над которыми часто смеются. Смысл этих слов был в том, чтобы заменить какие-то заимствования. То есть, вместо заимствования сказать какое-то сложное слово. Ну, то, что для исландского сейчас характерно. Но в исландском там органично, это просто язык такой, да, что там заимствований почти нет. А немецкие-то посреди Европы, а в Европе привыкли все-таки, вот, допустим, определенные вещи всегда латинизмами обозначать. Или какими-то, допустим, французскими такими-нибудь словами. И смотрится иногда, да, придурковато. Но вот в вариантах национальных это все смягчено. То есть, в австрийском, конечно, больше заимствований. И в швейцарском немного забегаю туда. Различные словообразовательные модели. То есть, допустим, в австрийском продуктивен суффикс ler. То есть, многие, допустим, обозначения профессии, они делают суффиксом ler, а в немецком там как-то как-нибудь по-другому это все сделано. Есть некоторые отличия вроде имен существительных в австрийском варианте. И, в общем, имеется произносительная норма. То есть, имеется, так сказать, собственная манера произносить, которая там закреплена. Австрия была независимой и остается, да. Еще в 1904 году установили фонетическую норму австрийскую. Отдельную от германской. И, в общем, она у них там имеется. Насколько я понимаю, они ее используют и по телевизору. То есть, официальная такая речь. Небольшие отличия в орфографии. Но вот сколько там вообще отличий, это зависит от того, как они учитывают. Цифры от двух до пяти тысяч лексических отличий между австрийским вариантом немецкого и стандартом немецким. Но это зависит от того, как они учитывают. Допустим, фразеологизмов много местных. Можно их поучитывать тоже. Реалии, они считают их национальным вариантом или нет. Ну, то есть, местные какие-то штуки, которые только местные знают. И вот, допустим, они их как-то по-своему называют. Это национальный вариант у них или это у них вообще немецкая тоже спорный вопрос. В общем, от двух тысяч до пяти тысяч. Вот такие оценки лексических отличий между австрийским вариантом и стандартом. Швейцарский национальный вариант тоже самое. Есть швейцарский там язык устный. Южно-немецкий. Возможно, я его сделаю отдельно. Так как совсем сильно отличается. Я с носителями говорил, носители считают, что у них язык другой. И они его периодически используют. Довольно широко используют у него там. А этих они иногда с трудом понимают, кто говорит на обычном немецком. Вот. Ну, и имеется в виду, имеется у них литературный язык, который, в принципе, это немецкий язык стандартный. Но устный язык швейцарский, который сильно отличается, влияет на этот литературный язык. Такая похожая ситуация на Астрию. Литературный этот язык обучают и в школе ему. Официальное общение в суде, в парламенте, в армии, в богослужении, в печати, на радио и на телевидении. Но он в основном в письменной форме. То есть вот они читают на этом литературном языке, а говорят они на швейцарском языке. Значит, на швейцарском языке они могут говорить, допустим, в каком-нибудь клубе, могут, в принципе, в суде. Если они в церковной проповеди хотят, чтобы совсем понятно было, они переходят на швейцарский язык. На радио и на телевидении они могут швейцарский язык использовать. Они могут издавать на нем газеты и художественную литературу. Естественно, то, что художественная литература отражает, как люди говорят, в обычной жизни. И они ее на швейцарском языке, ради бога, тоже делают. Вот такой, значит, некоторые. Немножко нам ситуация не совсем понятна. Когда один язык у них устный, другой у них письменный, и все это считается немцами. Ну, вот так люди, в общем, живут и так им комфортно. В литературном швейцарском много довольно особенностей под влиянием вот этого языка устного. Фонетических много, то есть отдельные звуки, они, допустим, вот этот хэ, хэ, немецкий вот этого хэ, хэ, они как ака могут произносить. Довольно часто, как пример. Они не при дыхании, то есть вот для немецкого пха-тха-кха, они глухи, как при дыхании. Дыхание произносят в швейцарском этого тоже, в произношении швейцарском это не принято, да, скажем. Орфографические особенности небольшие. В словарном составе довольно сильные, и в словарном составе характеризуются они тем, что много, во-первых, местных слов всяких, и больше заимствований, естественно. Тоже, то есть вот это вот стремление немецкой общей нормы к пуризму, они не поддержали и правильно, в общем, сделали то, что это для Европы нормально иметь большое количество общеевропейской лексики. И швейцарской по этому норме это тоже наблюдается. То есть вместо всяких громоздких немецких конструкций, чисто германских, они используют общеевропейские нормальные слова. Вот этим характерен швейцарский. Ну, значит, другие, другие иногда могут у них быть приставки и суффиксы в словах, что тоже, в общем, нормально. Ну, так в целом они, конечно, между собой понятны. Вот это кратенько, и то уже получилось 18 минут больше, чем обычно. Если там вникать, в конкурс, там репуарский язык, это много будет совсем. Вывод какой вообще, что вот, во-первых, немецкий язык, это куча языков, если мы берем устные языки. Во-вторых, под влиянием вот этих устных языков у нас имеется также два, так скажем, национальных варианта. То есть они уже проникли, их влияние проникло в письменные варианты немецкого, австрийский и швейцарский. И вот таким образом сложным там все это взаимодействует.